Рыбакит папа рисует Всем привет! У нас супер ютубер Немножко перевернуто Но это написано на ютуб Мы любим ютуб Мы с супер Димой И со мной рисуем сейчас батл Классный батл И видеоигр Теперь Дима пришел к тому что Супергерои классные, но видели его игры тоже И сегодня мы обсуждаем видеоигры Он выбрал свою и будет доказывать Чем его игра лучше А у него гадская игра А я буду доказывать Чем моя супер игра Начали Это я тебе сказал, а сейчас я тебе За кадром это сказал, а теперь я тебе расскажу Чем она плоха, гадская игра Мы взяли две олдскульные игры Олдскульные, реально Это игра такая У Димы какая? Батлфилд 2 Батлфилд 2 Бэткомпани Конкретно Бэткомпани 2 Не просто Бэткомпани Или Бэткомпани 2 Она называется Я не знаю Короче рисует А я взял Биошок Биошок Ну потому что она такая вышла примерно в те же самые года Примерно в те же самые года вышла И примерно это тоже шутер Но он другого плана шутер И Дима говорит Начинай ты первый Для меня рассказывай А потом он расскажет про свою Если вы не играли в Биошок То вы наверное Ну реально потеряли многое Потому что если вы не играли в Бэттлфилд 2 То потеряли небольшой кусок сценария Где одни вояки стреляют в других вояк И весело хихикают Потому что падает самолет Вау Он упал там И что такое А да Они же в конце когда победили этого главного Ну злодея Они же спрыгнули с самолета Самолет разбился А они начали ржать Да 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 Все такое смешное Веселое Да И вот это вы пропустили Да Ну а если вы хотите погрузиться В какую-то мрачную атмосферу Там И узнать что-то новое Прочесть новую книгу Или историю То вы конечно пропустили Биошок Потому что там и сюжет суперский И погружение И атмосфера И конкретно погружение Потому что все происходит под водой Там есть Биг Дэди И ты подводный город обсуждаешь И там новые технологии какие-то Биоизнодческие Биоизнодческие Очень Очень прям Ну вообще Похожа Похожа Вот И из-за этого я выбрал ее Потому что мне она нравится Одна из моих любимых игр Как я говорю Как я ее поиграл Я ее как-то скачал На свой мак И там Думаю делать нечего Поиграю в игру Поиграл в нее 15 минут И понял Что на мышке В нее в головне Показалось играть И я сразу пошел Вот с того момента Иксбокс купил И из-за этой игры Я купил Иксбокс Потому что она действительно Мне так понравилась А мне нравятся хорошие игры Такие На телевизоре играть Что-то я Это все сделала Ты потом черным все закрасишь И он будет такой Из-за этого я Купил Иксбокс И начал в него играть И прям интересно И вторая мне часть понравилась Ну она такая активная Тоже нормальная Но первая мне больше всего понравилась Третья мне понравилась Но не туп Тоже не самая лучшая игра Но мы взяли и батл Чем эта игра лучше Потому что она дает больше Ты во-первых Здесь как шутер Она очень хорошая Как шутер прям прикольный Там много Там сюжет прикольный Сюжет в этой? Нет А Сейчас ты свою Начала рассказывать Я сейчас тебе расскажу Про свою Сюжет хороший Стрелять тоже хорошо И активно бегать Но только единственное В синглплеере Только сингл играет Нельзя играть с другом И так далее Почему? Ну тут только Однопользовательская игра Ты просто играешь Это большой минус игре Ну а я тебе скажу Что если ты хочешь Атмосферы То никогда не получается Чтобы игра была Как сказать И многопользовательская И атмосфера была Этого никогда не бывает Или то Или другое Понимаешь? Или ты получаешь фан Когда ты с другом Весело проводишь время Или ты получаешь Погружение в другой мир И получаешь удовольствие Господи Что у меня получилось Давай Теперь твоя очередь Рассказывать Про Battlefield Главное Не смотрите на то Что у меня тут получается Играет Чуть-чуть получше графика Вот Не на сильно много Лучше графика Чем Дима Да-да-да Рассказывай Ну вот Эта игра Твоего детства Можно сказать Ну стрелялка Ну как бы Это одна из самых первых стрелялок Которые я прошел И из-за этого Она тебе нравится Ну да Вот Я как бы Проходила ее Ну мне было интересно Потому что Я никогда Стрелялка не проходила У меня тогда как раз Xbox 30 появился Да-да Я начал ее проходить Вначале Попытался Но не смог И поэтому Я ее Перестал А потом опять Что-то мне Все прошел То, что у меня там было На Xbox Я подумала Ну почему бы мне не пройти ее Она кстати такая Довольно сложноватая Вот в процессе Прохождения На джойстике Я тоже Несколько раз ее бросал Потому что Действительно Сложность такая Повышенная Ну я же поэтому Ее и бросила А потом Все-таки подумал Да ладно Пройду я ее И не пожалел О том Что пройти Ну-ну-ну И что же тебе Она дала Погружение там Или Да Погружение в тот Такой Суровый мир Там где Ведутся Военные действия Да Вот Ну суть Бегать Там я помню Надо бегать Было от этого От печки к печке Это в этой игре Надо было От печки к печке Нет В этом Там же По русским Избук там Нет Нет Не в этом Типа Не замерзнуть А-да-да-да-да Что-то я помню Это игрок Это довольно смешное Погружение Надо было бегать Из избы в избу На улице Минус сорок Я только бежусь От печки к печке Ну да просто Ну это смешно Ну просто Смешно было Не ну Ну как Ну как Смешно Ну просто Там было такое задание Там Что-то там С отрядом Нужно было сделать И тут резко Они там отделились От тебя И тебе там Дали задание Когда-то там Дойти Там базу Твоих врагов И тут резко Похолодание Резко И ты должен был Бегать Дом Там Не печка Посидеть Там немножко Побежать Дальше Ну это было смешно Да Ты посидел Такой Погрелся А там еще Солдаты Выбегать Дужно стрелять Да ты должен стрелять На холоде Бегать А где печка Даже там греться Стрелять Ну согласись Но это Но это фан Да Ну это что-таки Играет Настоящие действия Поиграли Намекается А если бы такое Было в реальности Бегать Солдаты Мега У них оборудование Там Костюмы И так далее Они там боятся Боятся холода В России Бегают Они кстати В России Да-да-да У них был там Террорист Из России Ну там Да Ну чем В общем так Я тебе скажу Что графика Я бы сказал Что она средняя Но она Очень активная Массивная Там Да-да-да Но У меня Сцепил сюжет То есть там Вначале Тебя отправляют На задание Ты там Их выполняешь И резко Потом Я там В джунглях Был И резко Твой Ну вот Командир Который Тебя отправил На задание Становится Предателем И это Потому что Он работал На этого Акразлодея Ну С которым Мы сражались Да-да-да Такой твист Да Я вам скажу Что Дима Просто Он как бы Играл Тогда Первый раз Ну как бы Мало фильмов Посмотрел Сейчас этот Твист Просто В каждом фильме И для меня Это было Просто шоком Я просто Был Ого Вот это да Ничего себе Надо его Убить Мы же стреляем В этой игре Ну и в итоге Этот На итоге Командира Убили Убил Его Этот Ну мы Суть Рассказывает Сюжет Может еще Кто-то Поиграет Знаешь Да Ну да Что Ну Сюжет Прикольный Прикольный Начнем Прикольный Мне понравился Тем что Там постоянно Что-то происходит Там Стреляем Пах Пых Пых Летим туда Стреляем Там Ага Супер Оружие Там Самолет Падает Что-то Еще Там Взрывается Вот это Мне понравился Он Почти Что Колда Он Немножко Уступает Колде Мне кажется Особенно Блэк Обсу Первым Когда он Вышел Не Ну Это Ж Такая Ну Еще Баттлфилд Только Только Начинала Развиваться Да Это Сейчас Уже Там Пятая Часть Вышла Баттлфилда Но Она Все Рано Блэк Обсу Она Уступает В Подачи Сюжета Ты Играл В Пятая Часть Пятая Часть Там Вообще Нет Вышла Новая Там Нет Сюжета Как Такового Сейчас Уже Не Это Имеется Ввиду Смотри В тот Момент Вышла Блэк Копс И Они Выпустили Бэт Компани 2 И Она Была Такая Же Сюжетная Там Все Быстро Бах Все Рушилось Там Здание Быстро Бегать Уже Третья У них Не Получилась Танки Состреляют Там Здание Оно Не Стоит А оно Просто Разрушается Да Этим Мне Понравилось Что В общем То Игра Не Отпускает Тебя До конца Ты Начал Играть И Она Не Отпускает Тебя До конца И Уже Играешь Играешь Думаешь Так Сейчас Вот Этого Убью Потом Еще Вот Этого Еще Блин Уже Ночь Уже Утром Я Так И Доиграл До Утром Конечно Вот Но И Кстати Если Кто Не Играл Я Немножко Ну Подпорчу Впечатление Последнее Витва Будет В самолете Финальное Да Мы Проникли Там Солдаты Проникли В самолет Танки Перелозли Ядерную Бомбу Две Они Обеззредили Обеззредили И В полете Когда Они прыгали Когда Они прыгнули Самолет Потому что Самолет взорвался А Не Они Ядерную Бомбу По-моему Взяли И Запустили В самолете Чтобы Она Там Взорвалась Когда Они Прыгнули Главный Террорист Ну Злодей Как его Назвать Злодей Да Злодей Прыгнул За ними И Они В полете С ним Трались Надо Было В полете Поймать Пистолет Отлично Хорошая Идея Они Пытались Просто Хорошо Завершить Ну Как Что Пишут Если Я напишу Заметят Ну Мы Читаем Самый Интересный Сейчас Вот Даша На Вопросах Если Появляются Интересные Да Задавайте Вопросы А то Как-то Без Вопросов Скучно Дохи Кали Дима Что Рисует Дима Он Рисует Battlefield That Company Что Рисует Слева Вот В прошлый Раз У меня В прошлый Раз У меня Получилось Веном Нормальный Мне кажется Рисунок Но Сейчас Что У меня Все Часто Выбрал Такой Рисунок Все Так Там Более Объектно Было Всегда Мы Пытаемся Выбрать Когда Рисуем Более Объектные Мотивы Чтобы Было Четко Лицо Нарисовано Что Такое Ну Что Даже Не знаю Мне Твоя Игра Конечно Отчасти Нравится Они Несовместимы Но Если Вы Хотите Просто Экшена И Угара И Стрельбы Из Огнемета Пулемета Это Нормально А Если Вы Хотите Погружение В Подводный Мир Тайны Какие То Это Тогда Для У Я Не Понял Сюжет Этой Игры Биошок Что Ты Погружаешься В Подводный Мир Ты Летел На Самолете Разбился Авария Ты Плывешь На Маяк И Погружаешься В Подводный Мир А Там После Войны Второй Мировой Богач Построил Целый Все Поставил Себе Чтобы С Людмей Общаться И Там Живут Люди И Там Сошли С ума И Начали Эксперименты По Био Хазарду Как Сказать Бы Перевести В Био Там Кто Какие То Супер Способности Появляются Появились Модолазы Биг Биг Дэди Называется Они Высасывают Какое Специальное Вещество Из Откуда То Короче Интересный Мотив Когда Ты Появляешься Под 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 Водой Изучаешь Этот Город А Он Очень Мрачный Страшный Знаешь Такой Фиговый Город И Ты Такой Изучаешь Там Их Жители Изучаешь На Тебя Нападают Крипи Такая Страшненькая Игра Ну Так А В чем Там Что Там Главного Злодея Убить Там Есть Главный Злодей Который Тебе Сначала Помогает Потом Оказывается Тебе Плохим А Ты Убиваешь И Начальника Этого Города Потому Что Он Тоже С Ума Сошел И Так Далее И При Этом Ты Изучаешь Этот Город Внутри Находишься И История Очень Интересная И Графика Очень Интересно Такое Под Водой Такое Такое Art Deco Очень Мало Игр Которые Под Водой Да Мало Игр Ну Что Давай Прощаться Сейчас Пауза И Сейчас Мы С Дашей Запишем Еще Одно Потому Что Мы Хотели Потому Что Она Пришла Если Даже Ну Надеюсь Сейчас Мы С тобой Быстро Давай Даш Садись Мы Быстро С тобой